На сегодняшний день тема онконосторожности в работе врача-стоматолога очень актуальна. С каждым годом количество пациентов с выявленной злокачественной опухолью растет. Все больше операций по удалению новообразований проводится в челюстно-лицевой хирургии. Но консервативных методов в ряде случаев можно было бы избежать, если бы стоматолог более внимательно проводил осмотр пациента. Мы провели очередную конференцию по тематике онконосторожности врача-стоматолога, потому что стоматологов очень много, очень много людей обращается по проблемам стоматологии к врачам. Как правило, очень низкая онконосторожности у врачей-стоматологов. И вы сегодня сами видели, сколько было проблем озвучено по стоматологии, сколько было запущенных случаев, а это все жизни людей. За этими цифрами все жизни людей. Конечно, мы стараемся информировать врачей, мы приглашаем всех врачей нашего округа, приглашаем ведущих студентов в Московскую область, чтобы они делились опытом. Руководители отделения челюстно-лицевой хирургии районной больницы номер 2 при участии ведущих специалистов кафедры хирургической стоматологии Московского областного научно-исследовательского клинического института провели конференцию и поделились опытом с молодыми врачами. Молодые доктора должны осваивать современные технологии, должны идти в ногу с требованием времени. Да, сейчас очень хорошие возможности делать красивые белые зубы, но можно красивые белые зубы сделать и на каком-либо онкологическом заболевании, а потом и в этом направлении ошибаться, идти дальше. Прежде чем взять пациента на любое лечение, даже если у вас все внешне благополучно, никто не отменял тщательного анамнеза, никто не отменял тщательного исследования и отслеживания пациента, то есть диспансерное наблюдение. И только в этом случае мы сможем и выявлять раньше, и лечить раньше, и большое количество будет спасенных жизней, по крайней мере, в плане челюстно-лицевой области. Я очень на это рассчитываю. Если доктора будут насторожены, это будет принципиальный вопрос заключаться в том, что вовремя мы диагностируем и вовремя спасем жизни больных. Конечно, это важно молодым докторам послушать, как это надо правильно делать, методологически, чем это делать. И главные пути, скажем, эвакуации, направление, куда лечить и где лечить. Конференция в первую очередь проводится для молодых врачей-стоматологов, которые должны знать, на какие признаки нужно обратить внимание, чтобы вовремя диагностировать новообразование и предотвратить развитие злокачественной опухоли. Большая сила в руках самих пациентов. Врач только может помочь. Если пациент не обращается к врачу для лечения какого-то заболевания, к сожалению, не диагностируется причина, и, соответственно, лечение не может быть эффективным. Маканда Рашидовна сегодня как раз говорила об этом, что многие пациенты лечение назначают себе самостоятельно. Обращаются в аптеку, либо в интернете, где-то находят информацию и подбирают сами себе лечение. Но они забывают о том, что главное убрать причину. Лечение может быть назначено даже правильное, адекватное. Будет выполнять все рекомендации пациент. Но если не убрать причину, к сожалению, выздоровление не наступит. И наступит следующий этап процесса, то, что на языке врачей называется мальгнизация, то есть перерождение тканей в злокачественную опухоль. Но не только врачи должны быть внимательны в своей работе. Доля ответственности лежит и на самих пациентах. После конференции стоматологи провели осмотр и детально разобрали каждый случай. Собрали анамнез и дали рекомендации для дальнейшего лечения больных.